Приветствую вас и отвечая на вопрос, хочется сказать, что когда люди ссорятся, они выступают друг перед другом в неком таком новом необычном свете, в неком новом необычном образе, образе, к сожалению, негативном, образе, к сожалению, непривычным, неожиданным, иногда даже разочаровывающим и вообще говоря, все ли человек как бы меняет? То есть, вот, предположим, вы за двойным мужчиной встречались какое-то время, какое-то время вы проводили вместе, видели его, думали, что вот он такой, он способен на определенные поступки, на определенные действия, что он вам, например, там, никогда ничего не скажет, там, плохого, ну, имеется в виду, была некая грана, некая грана именно между вот тем, что выдумали и тем, что могло быть. И потом внезапно в ссоре происходит так, что эти грани, они разрушаются, и мужчина представляется вам, например, совершенно другой стороны, а вы представляете ему совершенно другой стороны. И молчание, это как раз-таки невозможность, ну, невозможность может быть разная, может быть осознанная невозможность, то есть, человек по собственному желанию не хочет говорить какие-то вещи, может быть, может быть, это не осознанное желание, то есть, человек не отдаёт себе отсчёта в том, что происходит, в том, как он себя ведёт. Так вот, это невозможность общаться с вами после того, как мужчина узнал вас, ну, с другой стороны. То есть, в ссоре вы как-то проявили себя так, что задели мужчину в чём-то, и этот факт настолько в восприятии мужчины расходится с вашим образом, что он не готов с вами продолжать общение, ему нужно какое-то время, чтобы эмоции, чтобы чувства улеглись, чтобы он смог вновь воспринимать вас, какой он воспринимал до этого, и тогда общение вновь у вас наладится. То есть, понятно, да, что образ, который он представлял себе, ваш образ, он изменился сейчас. И мужчина переживает эти изменения именно молчанно. То есть, он не знает, как с вами разговариваться, с учётом того, что вот у вас была ссория. И здесь очень важно, чтобы вы вплели вот ссору в ваш образ. Чтобы мужчина увидел связь между той вами, которую он знал, и той вами, которую он не знал. Которая открылась ему вот недавно, вот в ссоре. Чтобы у него, у мужчины, была связь между этими двумя ипостасами вашими. Тогда у него будет выбор, либо принимать вас, такой, какая вы есть, либо не принимать вас, опять-таки, такой, какая вы есть. И это, либо ваше отношение скрепит. То есть, мужчина увидит связь и поймёт, что это же вы. Это всё та же вы, только немножечко с другой стороны. И пытаетесь как-то, ну, что-то своё отстоять, какие-то свои цели, там, выполнить и так далее. Либо мужчина поймёт, что более целостный образ его не устраивает, ему не нравится. И он скажет вам, прости, дорогая, я больше с тобой, там, например, не хочу его быть, не хочу больше с тобой в отношениях находиться. Это уже выбор мужчин. Это уже выбор мужчин. Но лучше, чтобы он этот выбор делал сран и как можно быстрее, дабы не тешить вас и его тоже иллюзиями относительно будущего ваших отношений. Молчание, конечно же, как сказал мой коллега, может быть проявлением как обиды, так и желания. Желание её взвалить на вас чувство вины за то, что произошло. Но у мужчины молчание – это просто, знаете, внутренние переживания. То есть очень часто, безусловно, не всегда, но часто бывает так, что у мужчины, который молчит, он в душе, внутри себя, он ведёт активный диалог. У него очень бурные дискуссии происходят на тему того, вот как вообще ссора происходил. И мужчина, может быть, и хотел бы к вам подойти, например, извиниться, например, как бы заговорить, но вот гордость, ему это не позволяет сделать. То есть молчание, и ещё, ко всему прочему, что сказали мои коллеги, молчание – это ещё и следствие гордости у мужчин. Гордость – неотъемлемая черта любого достаточно сильного мужчины, мужчины, который не подчиняется, мужчины, которые ведут себя как лидеры, или хотя бы пытаются себя так вести. И вам очень важно здесь подойти максимально деликатно к душевной конституции вашего мужчины. И если вы знаете, что он гордый, если вы знаете, что он может мучиться, что он может призывать, что он может вам чего-то не говорить, то вам лучше сделать первый шаг на примирение первой, самой лучше сделать первый шаг, а уже потом мужчина, как бы, в ответ вам, ну, начнёт говорить, и, возможно, вы проблему решите. То есть если вы знаете, что за мужчиной вводится такая черта характера, как гордость, то имея смысл эту черту характера иметь в виду и на неё оглядываться при выборе поведения. Если мужчина гордый, то лучше сделать первый шаг на примирение самой. Но, во-первых, тут есть своя торписть, чтобы мужчина не думал, что примирение нужно только вам, например, на очень выхвате именно сделать первый шаг, то есть дать ему возможность. А потом уже, чтобы он сам делал что-то. И если вы увидите, что вот мужчина даже после вашего первого шага ничего не делает, всё равно ждёт ещё чего-то от вас, то в таком случае не стоит дальше продолжать делать первые шаги, а лучше им всё-таки порадать, пока мужчина отойдёт, пока вы не увидите, что всё... Вот знаете как, он вроде бы молчит, да? Но при этом всё-то в нём уже поменялось. То есть это не так угрожающе, это не так давяще и так далее. Если вы такое увидели, то можно попробовать сделать ещё один первый шаг, но опять-таки не более... Потому что мужчина, он всё-таки в ненависимости от того, прав он или нет, от него требуются определённые поступки, хотя бы потому, что ссориться с женщиной, мужчине, ну, не пристал. Знаете, не красит мужчину ссора с женщиной, потому что всё-таки совершенно разные уровни, всё-таки совершенно разные восприятия, разные логики, разные мышления, и мужчина, который ссорится с женщиной, он пытается её перетянуть на свою мужскую логику, а это невозможно, и вот в этом мужчина не прав. То есть вне зависимости от причины ссоры, в этом плане мужчина не прав. И эту неправоту ему стоит исправлять. И если он исправлять её не захочет, то в таком случае можно, к сожалению, предположить, что ваши отношения обречены на неудачу, потому что либо вам придётся постоянно делать первые шаги, постоянно извиняться, постоянно идти на мировую. Конечно, если вы хотите, если вам это нужно, если вы будете это делать, то пожалуйста. Но рано или порно в такой ситуации почувствуется, что отношения держатся только на вас, и понравится вам это, будете ли вы это терпеть, это вопрос, на который ни я, ни кто-либо другой, ни даже вы, наверное, ответить не можете, не можем, потому что нужно оказаться в этой ситуации, чтобы посмотреть, как вы себя поведёте. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.